Значит, мы ведем, я вас уведомляю, что ведется видеопротокол, зафиксирую, что было у вас нарушение. Да, с 8-го, 10-го. То есть были представлены документы. Сейчас-то что хотите? Сейчас мы ведем видеопротокол нарушения. Какого нарушения? Ну вот, было же нарушение, было. Вот, смотрите, вот я вам предоставляю документы. В данный момент... Подождите, я веду видеопротокол, зафиксирую. Как понять? Что сейчас в данный момент вы хотите? Я пришел к вам... Отправить, получить, что хотите? Я пришел разобраться. В данный момент было написано, какого числа? 28-го. 28-го. До настоящего времени никаких действий не произошло. Еще раз, ведется видеопротокол. Какой из этих представленных образцов является документами? Вы сейчас мне экзамен устраиваете? Я не экзамен, я фиксирую нарушение. Пожалуйста, озвучите. Что вы хотите сейчас? Я хочу на данный момент узнать. Вы мне отказали в предоставлении услуги. Вы написали свою претензию. Я эту претензию зафиксировала и отправила в участие. Я вас еще раз спрашиваю. Какой из этих документов является удостоверением личности? Вы солдат срочной службы? Нет. Значит, я наберите для вас не понятно. Я вам потом представлюсь, кто и что. На данный момент... На данный момент здесь нет документов, удостоверяющих личность. Все, я вас понял. Выбираем. Дальше. Так, пожалуйста, представьтесь на камеру. Вот мой бейдж, пожалуйста. Бейджик, там нет фотографии ваши. Я не могу удостовериться, что это вы. Что я должна вам показать? Ну, на заборе там может тоже хоть что написать. Что я должна вам показать? Паспорт. Я не имею права вам показывать его. Я не обязана вам предоставлять паспорт. Хорошо. Все. Мы вас услышали. Хорошо. Так, прошу выдать по данному. Извещению. Корреспонденцию. Ваша корреспонденция уже ушла по истечении срока хранения. То есть вы мне отказали... Подождите. То есть вы мне отказали в услуге, да? Да. И данная корреспонденция ушла? Ушла по истечении срока хранения. А куда она ушла? В архив. В архив. Да. Подоверенность. Ознакомьтесь. Зачем она мне нужна? Ну, что я... Кто я такой? Представляю, что я представляю юрлицу. Не надо представление устраивать. Давайте так. Как не надо? Вы пришли за услугой. Я вам ее не могу оказать, потому что ваше письмо ушло по истечении срока хранения. Так? Вы оставили претензию. Я претензию приняла, отправила в вашу стоящую... У меня к вам еще будет претензия. Надавайте вопрос доверенности, мне давать не надо, потому что вы на сегодняшний день ничего не получаете. Вот если бы вы получали отправление, тогда бы я у вас потребовала доверенность. Хорошо. У меня есть вот такое извещение. Ну, что? Ну. То есть вы хотите получить отправление сейчас? Нет, подождите, дайте сюда, дайте сюда. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я хочу получить почту. Во-первых, я хочу увидеть данное письмо. Какое? Которое направлено вот по этому адресу. Ну, вот давайте я вам заполнить, и я вам выдам его без проблем. Что я должен заполнить? Оборотную сторону. Оборотную сторону. То есть здесь я должен что? Вы здесь... Я могу сама заполнить. Пожалуйста, предоставьте мне ваш паспорт, который должен... Хорошо. Федеральный закон 152 о защите персональных данных вам известны? У меня есть приказ 98П. Покажите мне. Пожалуйста, вот там папка... Нет, вы мне документально покажите. Я вам скажу, что имеет приоритет. Федеральный закон или приказ? Я сотрудник Почта России. Я подчиняюсь. Хорошо. Продиктуйте мне. Возьмите и продиктуйте. На что вы ссылаетесь. Я хочу видеть. 98П приказ. Покажите. Правила оказались... Покажите. Вы меня выпустите, может? Вы телекрадите сам. Да, конечно, конечно, без проблем. Вы скажите, я вас выпущу. Без проблем. Я же не знаю, что здесь... Так вы мне не даете говорить. Вы только зато... Я понимаю, что вам нужно устроить шоу. Это не шоу. Поверьте. Шоу без стороны. Не обращайте внимания. Это представители церкви, свидетели этих... Так, еще раз, еще раз. Как вы назвали? Мишина, идите отсюда. А я не вам говорю, я вообще не вам говорю. Не мешайте работать людям. Вы кто такая? А вы кто такой? Пожалуйста. Ой, отвали. Как понять, отвали? Вы как вы со мной разговариваете? Я тебе сказала. Я тебе сказала. Выйди отсюда со своим фотоаппаратом. Ты посмотри, какое чмо. Людям не вымотает. Тихо, тихо, тихо. Правила оказания услуг почтовой связи. Статья 33. Хорошо. Что еще? Прочитайте, прочитайте мне. Что именно? Что вы ссылаетесь, что написано и так далее. Я ссылаюсь. На 94 приказ. В 98-п приказ. Хорошо. 98-п. Кулиш, вы же задали вопрос. Дайте мне ответить. Да, 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 конечно. Которые регламентируют, что вручение простой... Ой, заказной корреспонденции регламентируется правилами оказания услуг почтовой связи. Это оно? Да. Читайте. Ну? Читайте вслух, пожалуйста. Что именно я должна читать? Ну вот в желтом написано. Пункт 2. Читайте вслух. Зачем я должна вслух читать-то? Ну а как? Слушайте, вы что сейчас от меня хотите? Ну что вы нарушаете сейчас? Конкретно мне скажите, что вы хотите. Вот смотрите. Общее положение вашего. Третья не догадывается. Вашего. Так, давайте, короче, потому что у меня еще клиенты стоят люди, понимаете? Мы пока не закончим. Мы сейчас вызовем полицию, что за составление. Давайте вызывайте. Вот сейчас я... Значит, читаем. Общее положение. Пункт 2. Операторы почтовой связи оказывают пользование в услуге почтовой связи на договорной основе. У нас есть с вами договор? Скажите, пожалуйста, у нас с вами договор есть? Все свои вопросы вы можете, если... Я вот некомпетентна в этом вопросе. Ну как некомпетентна? Поэтому вы, пожалуйста, не сложите в письменном виде, а я приму вас, согласно, и отправлю в вашу стоящую организацию. Дальше, 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 дальше. Вот решение суда. Где водительское удостоверение. Мне не надо это показывать. Хорошо. Дальше. Теперь будем узнавать, выяснили, кто я такой, да? Теперь будем узнавать, кто вы такой. Вы представляете акционерное общество Почта России? Правильно я понимаю? Правильно. Правильно. Это ваша выпуска, это в вашей компании? Я не могу, ну вот она, пожалуйста. Нет, 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 ну вот это ваша. Ну я не могу вот так вот просто, наверное, ваша. Да я не могу сказать, вон она, она висит, я и по памяти ее не помню. Вот это, да? Да, да, можете сравнить. Дальше читаем. Прошу зафиксировать. Лицензия. 18-го года. Значит, выдано федеральному государственному инвентарному предприятию. Почта России. ОГРН и РНН. ИНН предприятия. 77-24-26-16-10. Значит, ОГРН. 103-77-24-00-72-76. ОГРН. Акционерное общество Почта России. 11-97-74-60-00-3-0. Данная лицензия не является и не принадлежит акционерному обществу Почта России. Вы вводите людей в заблуждение. Можете оставить свои претензии. Вот в книге жалоба предложений, пожалуйста. Я в суд пойду. Можно потеши? Вообще ничего не слышно. Как оператор разговаривает. Что кричите-то? Я громко просто говорю. Не надо громко разговаривать. Я веду видеопротокол. Да. Сведения лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности. Аким Максим Алексеевич. У вас есть доверенность от генерального директора? Пожалуйста, обратитесь в Сургутский Почтан для разъяснения. Да, вы же стоите в организации? Хорошо, нету. Угу. Выяснили. Выяснилось. Согласно выписке ЕГРУЛ, у вас находится филиал, называется ОФСП Ханты-Мансийского автономного округа. ОФСП. ОФПС. Да, но это название, это не есть организация. А здесь не бывает, да? То есть вы это тоже не понимаете, да? Понимает, правильно. Вы понимаете, что вы сейчас на данный момент совершаете преступление? Статья 14.8 КОАП РФ. Нарушение прав потребителей. Вы прави пожаловаться на меня. Оставьте свои претензии, пожалуйста, в книги жалоб. Позвоните на горячую линию Почты России. Статья 330 КОАП РФ. Самоуправство. Это уже уголовная статья. Женщина, а вы видите право обслуживать человека без маски? Где написано? А я вот сейчас сразу вызываю. Вызывайте милицию, допускай мозги тут не компостируют. Мы не в Калконе. Девочки, пожалуйста, зафиксируйте вот эта самая фамилия у нас есть. Пожалуйста, зафиксируйте людей. Сейчас Росгвардию. А мне не нужно. Для вас сфотографирую, что без маски. Права качайте. А вы оставьте, пожалуйста, оставьте нам, пожалуйста, свои кардинаны. Нет, не можете, я вам вообще без маски. Вы как свидетель будете, хорошо? То есть вы отказываетесь мне выдавать почту, да? Правильно я понимаю? А вы мне заполните на оборотную сторону? Я не буду вас заполнен. Или давайте повредите мне, пожалуйста, паспорт. Я вам паспорт могу показать. Да, я зафиксирую. И вы удостоверитесь, что есть. Да, я зафиксировать обязана. Нет, не обязана. Но в таком случае я вам имею право полно отказать. Более того, я вам имею право отказать, потому что вы находитесь без маски. Так, дальше. Расскажите, пожалуйста, такую ситуацию. Для какой цели вы искажаете данные? Именно. Кому? Здравствуйте. Это вас беспокоит отделение связи номер 18 по улице Островского, 21-1. У нас в отделении сейчас, в операционном зале, находится два гражданина, которые категорически отказываются одевать маску. Сургутский почтам, 18-е почтовое отделение. Да, Островского, 21-1. Фамилии имеются, видео у нас имеются, свидетели имеются, если вы понимаете. Моя фамилия начерная, Елена Алексеевна. Начальник отделения. Еще раз прошу вас, оденьте маски. Мы отказываем. Ну, в таком случае я отказываюсь вас обслуживать. На основании чего? Ну, потому что без маски. Ну, вот вы на основании чего, вы можете сказать? Вы отказываетесь? Вы мне отказываетесь предоставлять паспорт. Я вам предоставил паспорт, пожалуйста. Я обязана. Но я запрещаю сбор персональных данных, обработку. Хорошо, я вас выслушала. Можно я отвечу? По статье федеральных законов. Теперь можно я отвечу? Да, конечно. Вы мне не перебьете. Вы мне дадите сказать? Коли же вы снимаете, наверняка вам нужен полный, развернутый ответ. Слушаем вас внимательно. Так вот, на основании 33 статьи почтовых правил оказания услуг почтовой связи, который я обязана исполнять как сотрудник почты России, я обязана зафиксировать ваши данные паспорта, зафиксировать. Вы можете не заполнять, но я обязана это сделать. Заполнить номинование документа, то есть паспорт, серийный номер паспорта, кем когда выдан, ну и дальше вы должны поставить дату, подпись, расшифровку подписи. Хорошо. Я ссылаюсь на ваш же приказ, министерство связи, согласно постановке общих положений правил, заголовок 1, пункт 2, операторы почтовой связи оказывают пользователям услуги почтовой связи на договорной основе. У нас, у меня с вами договора нету. То есть мне ваши внутренние распорядки, я не обязан им подчиняться и так далее. Я основываюсь на федеральный закон 152 о персональных данных, запрещаю обработку. Вы как гражданин, конечно, имеете право. Я как сотрудник почтов России должна подключаться, подчиняться. Это ваши внутренние, они ко мне никаких отношений не имеют. Вот на основании моего внутреннего как раз я и... Здесь четко и ясно написано, что у меня с вами договора нету. У вас, может быть, есть договор между вами и администрацией города. Возможно. Но я с ним не знаком. А знакомьтесь, если есть, своими действиями. Я ссылаюсь на решение 15-го арбитражного апелляционного суда на постановление от 16 мая 12-го года. Дело А-32-48-367-211. Прошу вас познакомиться. Да не буду я этим ознакомливаться. Хорошо. Я же не одежда наделась. Я вас понял. Ожидаем полицию. Да, ожидаем полицию. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Громко и ясно, потому что ведется видеопротокол. Я вас уведомляю. Алло. И все, я пропал. Алло. Так, еще раз представьтесь, пожалуйста, громко и ясно. Потому что ведется видеопротокол. Я вас уведомляю. Аудио-видео. Голубцов, да? Звание ваше? Сержант. Мертика. Семьсот. Сергеевич. Значит, меня зовут... Я являюсь представителем общественной организации по защите прав потребителей Робин Гуд. Мой телефон для связи. Представителем по доверению общественной организации по защите прав потребителей по городу Сургуту, город Сургуту. Прошу наряд по адресу 628-418. Это почтовый номер почтового отделения по адресу улица Островского, 21-1. Никита Сергеевич, я прошу дать номер КУСП. Начальник почты привлекает должностные подполномочия, нарушает права потребителей. Заявление составлено будет на месте по протоколу. Так, а КУСП номер скажете? Все, я вас понял, Никита Сергеевич. Ожидаем. Че, выгружаюсь? Не-не-не-не. Все. Видеопротокол только полная свинца. В соответствии со статьей 16 федерального закона от 17.07.1999 номер 174. Вы полегу, если вы читаете, читайте, пожалуйста, потише. Хорошо. А почтовый след? Полегу вас я там не слышу. Хорошо, мы тогда подождем, посидим. Подождите, да. Я выключаю? Не-не-не. Мы вот читаем публиционное постановление суда в соответствии со статьей 16 федерального закона от 17.07.1999 года номер 76 федеральный закон о почтовой связи, услугой почтовой связи оказывается оператором почтовой связи на договорной основе, то есть которого я показывал положение. Далее. При решении вопроса обязанности указания паспортных данных в извещении в форме Ф-22 суд апелляционной инстанции полагает возможным исходить из содержания в том числе пункта 98 почтовых правил, согласно которому в случае, если адресат не может по какой-либо причине расписаться в получении регистрируемых почтовых отправлений и денег по переводу, разрешается выдавать ему почтовое отправление под расписку одного из работников предприятия связи, не связанных с операциями на данном рабочем месте. Этот работник делает отметку по какой причине расписывается за адресата, указав свою должность, фамилию, в тех случаях, когда адресат лично известен работнику предприятия связи, вручить почтовое отправление разрешается без предъявления документов на извещениях, делается отметка должности и фамилии и несет ответственность за правильность выдачи почтового отправления. Таким образом, законодателям оговорены случаи указания паспортных данных или лишь отдельных случаев по общему правилу предоставления документа удостоверяющей личности, который может быть согласно главе 9 правил. Не только паспорт необходим в целях идентификации лица, получившего почтовое отправление с лицом, указанным правителем, путем с лечением имени в смысле предаваемого этому термину Гражданским кодексом Российской Федерации, и фотография с лицом, получающим отправление. Указание паспортных данных в данном случае не имеет правового значения для выдачи почтового отправления. Об отсутствии обязанности указания паспортных данных свидетельства и сам бланк форма 22, не предусматривающую графу о паспортных данных. Данное обстоятельство свидетельства, наличие действий в предприятии, события, вменяемого административного права нарушения. Ну все, ожидаем, значит, наряд полиции. Я вас тоже буду предупредить, что ведется видео-аудиозапись. Все, замечательно. Что случилось? Передаю обращение. Лейтенант полиции Поддумный Сергей Валерьевич до 13 сентября 2021. Ага, до 13. Все, я вас понял. Значит, я представлю. Представитель общественной организации по защите права от любителей Робин-Бург по доверенности. Вот мой паспорт. Что случилось, ты сказал? У мной составлено обращение. Надо внести данные на кому, то есть лицу замещаем, кто у вас, кто у вас начальник вашего отделения. Вам именно отделение надо или управление министерством? Ну я не знаю, куда это. На кого вы хотите писать? Ну я бы вообще на Кондрашов. Кондрашов Руслан Сергеевич. Это ОВД. То есть вы? Он теперь у нас начальник управления, другой человек. Понял. Значит, кому мне в шапке? Начальнику ОМВД России по городу Сурботу. Примите, пожалуйста, мер воздействия гражданам. Они находятся в общественном месте без маски. Мы вызывали вот. В этом отношении по поводу маски, то есть мы в отделении можем оформить 26-1 без проблем. Ну сейчас мы пока занимаемся вот данным вопросом. Начальник ОМВД России по городу Сурботу. Это наш новый начальник управления. Вы именно обращение делаете или заявление пишете? Это заявление. Сейчас нету такого понятия заявление-обращение. Они все регистрируются как обращение. Насколько я понимаю. Мне от вас надо знать номер ОСП. ОСП это в отделе полиции мы можете узнать. Нам такую информацию не предоставляют. Не предоставляют. Нам просто дают сообщение, что так... Я вам в устной форме пока зачитываю. Смотрите. Обращение. На основании статьи 144-145 ГУПК РФСР. Прошу провести следственные мероприятия в отношении отделения ООО «Почта России». Номер 628-418 по адресу город Сургут, улица Островского, 21-21. А именно, первое. У работников отделения отсутствует доверенности на представление от юрлица. То есть у меня есть выписка из ЮГРЛ. Второе. Отсутствует лицензия на оказание услуг связи. Да, вернее, они представили мне лицензию, но эта лицензия не соответствует. То есть эта старая лицензия тут не совпадает УГРН и ННН. То есть это старая организация ФБУ. Они считаются как правоприемники, но правоприемник – это не весь правообладатель. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Данная лицензия является недействительной. С какой целью оператор искажает данные граждан в графе КАМУ? Некорректный адрес получателя. Четвертое. С какой целью ведется сбор, обработка персональных данных граждан, паспортных данных операторами связи? Считаю, что работает организованная преступная группировка, которая собирает, искажает паспортные данные незаконно. При отказе предоставить паспортные данные, ссылаясь на ФСЗ-152 о персональных данных, отказывают в выдаче корреспонденции, что является нарушением УАП РФ статья 14.3. Приложение. Копия постановления апелляционного суда номер А-32-48-367-211 от 16 мая 2012 года. Три листа. Копия трех квитанций с искаженными данными. Один лист. Копия доверенности защиты прав потребителей Робин Губ Майя. Моя роспись и попия. Я понял. Значит, я... Второе, скажу, мне давно не будет поговорить. Это на спорте. Значит, смотрите. И скажу на адрес. Вот это регион АО, тут не должно быть написано. Но это ведь не тошнее они-то. Нет, это я понимаю, чтобы вы... Да, да. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Смотрите, я вам... Я понимаю, вы пришли сюда получить. Вообще, у меня в книге жалоб зафиксировано нарушение. В каком плане? Оператору были представлены такие документы. Загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет и справка СССР. Гражданина СССР. У меня здесь записано... И мне было отказано в выдаче корреспонденции. А почему? Мне сказали, что только паспортные данные, она должна именно записать. Да, вот здесь указывают, да? Да. То есть, смотрите. Скажем так, я делал контрольную закупку. Понимаете, что такое, да? Вот я отправил сам себе. Вот они чеки. Чеки, да? Да. Я сначала подошел и предоставил четыре документа. Да? Мне отказали. Зафиксировано в книге жалобы и предложения. Отказали по конкурсу? Ну, не обосновано вообще ничего. Это если не... Данный начальник, скажем так, отделения вообще не хочет вступать в диалог. И, ну, просто отказывает. На просьбу дать письменный отказ, она мне тоже отказала. Значит, я предоставляю вот такие, вот такую обратную сторону. Пишу здесь ФЗ, о, паспортных данных. То есть, я заявляю, даже письменно, что я отказываюсь предоставить. Это ваша добровольная? Да, да, да. Смотрите, делаю гербовую сборку. Понимаете, что? Да так. То есть, оставляю свои данные. Первый начальный данный просто фамилия, милый, я так воспоминал, правильно? Да. То есть, мне по этому извещению не было отказано. Сегодня я подошел и говорю, дайте мне мою корреспонденцию. Она говорит, я не могу вам дать остаток, оно ушло в архив. То есть, не полностью отказали. Выдачи. Выдачи. Дальше. Вот существуют чеки. Вот такой вот адрес должен быть иреком. Дальше. Вот эта лицензия была аналогичная приставлена. То есть, она там где-то висит. Она не соответствует. ИНН, и Баренад, это совершенно другая организация. Это, ну, старая почта. Значит, это лично, ну, кто будет вести дело, чтобы понимал, о чем идет. Дальше. Начальник почты ссылается на приказ министра связи. Номер я, к сожалению, не знаю. Ну, то есть, в открытом доступе вы можете найти. Но, четко и ясно, в общих положениях, то есть, это раздел первый, пункт второй, где операторы почтовой связи оказывают пользователям услуги почтовой связи на договорной основе. То есть, у меня с этой почтой нету никаких договорных отношений. На каком основании она у меня вообще собирает данные, скажем так. Доверенности у них нету, ничего нету. Понимаете? Вот, дальше. Вот решение суда, что. Нет, нет, нет. Это неопровержимое доказательство, что водительское удостоверение является удостоверением личности. Начальник мне не имел права отказать в выдаче корреспонденции. Далее. Если же мы смотрим выписку с ЕГРУЛ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Только один человек, генеральный директор Акима Максим Алексеевича. Дальше. Сведения о держателе реестра акционеров. То есть, написано, акционерное общество ВТБ-регистратор. То есть, вы понимаете, что граждан вводят в какой-то регистратор, искажают паспортные данные. Что они делают с этими квитанциями? Возможно такое, что... Ну, это мои, кстати, предположения, что делают из них в селя, либо создают субъект права. Субъект права. Дальше. У них находится по ЮГРН 82 вида деятельности. Плюс медицины и так далее. То есть, кому я передаю паспортные данные, у меня очень большой вопрос. И что с ними будут делать дальше? Нет, тоже не... Ну, я же им тоже не... Я же им не разрешал. У нас нет с ними договора. Я на этот указ и ссылаюсь. Надо полагать, что федеральный закон, и у меня есть приоритет над приказом министра связи. Понимаете? То есть, этот регламент, на который ссылается начальный пульс, это и регламент. Но он никак меня не касается. Потому что у меня нет с ними договорных отношений. Об этом все указано в решении суда, которое приложено к заявлению. В принципе, все. Вот я написал на Акимова, на генерального директора, о запрете по обработке персональной... Что вы не даете? Да, 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 да. Принял у меня начальник отделения. И в этот же день она мне отказала в выдаче корреспонденции вот по этому изучению. Значит, смотрите, в принципе, мне как бы там все написано. Там единственное, ну, телефон есть. То есть, в любое время со мной можно связаться и договориться, где, когда я подъеду, без проблем. Надо понимать, что такое АО. АО – это является корпорацией. Надо понимать, что согласно ЮГРУЛ, у них 82 вида деятельности. У меня большие сомнения. Я просто понял. Вам сейчас, я так понимаю, нужен участковый, либо пусть он вас вызывает. Правильно? Или как? Вот, вот смотрите. Я составил, допустим, написать правдокол и венцовую работу. Можно это сделать прямо сразу. По данному факту, может быть, составлен раппор по факту вызова такого. Я вижу. Значит, зачитываю. Руководитель отделения. Уважаемый, я вижу, не надо. Я вас прекрасно понял. Просто я вам объясняю, что по данному факту, участковый будет разбиваться. Что от меня требуется вам? По данному. Вот, по вашему обращению. Правильно вы имеете? Да, да, да. Сейчас будем разговаривать с ежедневным управляем. Ну, видите, опять лишь на вас человек заявляет, что вы не реагируете на ее замечания, и не принимаете меры. Не одеваете послание южной защиты. Да, да, да. Ну, потом согласно постановлению губернатора номер 48 от 2000. Я вас понял, я вас понял. Я вам могу сказать, данное постановление губернатора не в теме подписано, не имеет печати. То есть, единственное, где он находится, то есть, на офицерском санте. Я вам, как, скажем так, владеющий респонденцией, и вы, скажем так, добрознакомые, вы сами понимаете, что данный документ не имеет юридической силы. Твою, я вам говорить не буду. Да, я думаю, что данный. Паспорт, по-моему, больше не будет. Покажите ваши данные, запишу, чтобы мне в рампорт и указать. Да, конечно. Давно уже здесь? Ну, уже 2 часа. То есть, вот, смотрите, чтобы не было сомнений, что несуществующая организация, то есть, вот, решение суда, всякие вот исполнительные листы, то есть, мы работаем на законах основания, сами понимаете, что было бы что-то не так, в суде бы нас сразу сказали, идите отсюда. Все это проверили. Все верю. А масочный режим, вы ввели, вот, а где маски-то? Нету масок. Человек пришел без масок, обязан выдать? Подноразные, по идее, да? Да, а где они? Антисептики стоят, по идее, да, чтобы маски-то быть. Ну, кто нарушает? Если они требуют, так вы поставьте сюда. Правильно? Согласны с этим? Если они сами нарушают, ничего не дают, как они хотят там? Мы можем проехать под делом. В принципе, не вопрос. Я, Витя Иванович, правильно? А? Дмитрий Витальевич, правильно? Да, да, да. Смотрите. Сейчас учащиков занят, он за городом, в районе. Хотите, проедем в отдел. Хотите, телефон у вас здесь указан. Да. Вот эти бумаги вы ей передаете, как бы мне. Можете их передать. Я напишу с вашей депутат, пока я всегда попаду в вызову, чтобы вы сюда обратились, начнули то-то, то-то. А кто копирует? Этот материал уйдет у меня. Он рассмотрит. Примет решение, вызовет вас, опросит. Хотите так. Ваше желание. Наносим на вас и оттащить туда не могу. Нет, не могу. Это понятно. Нет, я просто сам могу проехать. Это мое, как бы, желание. Ради бога, можете с нами проехать. Можете с нами проехать. Давайте в каком отделе? В первом отделе? В второй отделе. Второй отдел полиции. Все. Так, видеопротокол завершен. Все. Все. Все.